В эти дни у работников Центра обслуживания предпринимателей и единых окон налоговой службы горячие деньки. Остается все меньше времени, когда налогоплательщики должны представить заявление о выборе налогового режима. Заявление установленной формы выдают непосредственно в налоговом органе. При выборе общего налогового режима налогоплательщик одновременно подает заявление на регистрацию плательщикам НДС. Мы форму номер 163 заявления выдаем бесплатно, где непонятно, сами заполняем. Предприниматели или бухгалтер приходят сюда, мы предоставляем им форму заявления, они заполняют. И это занимает буквально 10-15 минут. И самое главное, чтобы печать была, если это юридические лица. В налоговую с заявлением о выборе налогового режима необходимо обратиться плательщикам, которые до 31 декабря 2021 года уплачивали налоги на основе обязательного патента налогового контракта и налога с розничных продаж. Плательщики, уплачивающие налоги на общем налоговом режиме с объемом годовой выручки до 30 миллионов сомов, могут выбрать режим уплаты налогов «Единый налог». Если они зарегистрированы плательщиками НДС, регистрация по НДС аннулируется. До 8 миллионов – это субъекты малого предпринимательства, далее идут субъекты среднего предпринимательства и естественные НДСники – это крупные предприниматели. До 30 миллионов, если они выбирают единый режим, 8% оплачивают, единый налог. Общий режим – налог с продаж 6,4 и 4,2. 6,4 – это торговля, 4,2 – это услуги. В случае непредоставления заявления о выборе налогового режима, налогоплательщик признается плательщиком налога на основе общего налогового режима.